Этот проект существует с 1 сентября 2017 года и набирает обороты каждый день. Диалог на равных создан для того, чтобы наглядно показать молодежи на примере успешных и известных людей, что современная Россия это страна возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе. Итак, наш сегодняшний гость, мастер спорта международного класса, трехкратный чемпион мира по ашикаре карате, обладатель Кубка Европы по ашикаре карате, чемпион мира по всистилевому карате Алан Макоев. Давай попробуем. И формат нашего мероприятия просто делаем с ребятами. Они будут задавать вопросы, но я тоже подготовился, я посмотрел все ваши бои. Ну, не все, наверное, но очень много, и было интересно. Но начну с такого вопроса. Можно на три? Конечно, я такой старый. Да, на три такая будет. Алан, как ты пришел именно к этому виду спорта ашикаре карате? Казалось бы у нас республика, в основном, борцов. Вот как получилось, что им наш кара карате? Всем добрый день, спасибо за приглушение. Касаемый вопрос того, как я пришел в карате, да, это, наверное, такой стереотипный... Ну, стереотипное впечатление, к самому того, что у нас на карате только дребой занимается. Вот. Ну, почему и на карате, наверное, все-таки фильмы... Посмотрим фильмов, как-то она повлияла на моих, так сказать, восприятиях, какую-то виду спорта. Там, с детства, как посмотреть, там, все любимые фильмы, там, с Ланданом, Фридичаном, там, и так далее, в общем, ну, очень интересно все выглядело. Ну, для ребенка это казалось, ла-ла-ла-ла. Сейчас ты смотришь эти все новые фильмы, но это уже для тебя не кажется такими... Квакариями. Вот, но, тем не менее, какой-то отпечаток вложили вот этим, именно вот такие фильмы, и поблизости, возле этого дома, как раз покатил на пол всех, и я решил попробовать. И с первых секунд, когда ты заходишь из зала, и чувствуешь вот эту атмосферу, когда там все люди занимаются, вот, пашут, и вот, он занимается чем-то действительно интересным. Вот. Это сразу, так сказать, заразило меня. Вот. И, как бы, я не боюсь, что он был, и, зайдя назад, в общем, я понял, что это мой вид спорта. Вот, и так. Хорошо, интересно. Еще тогда вопрос. Были ли у тебя в семье спортсмены? Или, может, есть им на данном этапе? Или кто конкретно этим видом спорта занимался? Ну, в семье, ну, мой дядя был тренером, он у нас в селе, первым открыл в школу гиперинской торьбы, вот, он мастером спорта СССР был, вот, честно говоря, он у меня частенько вытянул заинувание, как бы, обрабатывал потихонечку, чтобы я именно начал заниматься торьбой, вот, вот, но, как бы, все-таки я пошел очень по другому пути. Ну, и мой старший брат, он занимался профессионально, надо сказать, футболом, дотератом, я в доте спартака, я пришел в начале 2000-х, вот, вот, ну, кто-то занимался, вот так можно сказать. вот, 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 поддерживал ли они тебя, поддерживали ли они сначала, когда ты начал заниматься? Ну, для мамы это всегда стресс, конечно, ну, для любого, наверное, у меня, например, нам не надо ни по их соревнованиям, не было, потому что я не туда не забывал, не играли при Баршаву, потому что я понимал, что, будет нервный, будет стресс, там, вот, и, что придет, так сказать, ограниченное, всего, переживание, я, в принципе, не гибаю, не по самым соревнованиям, вот, ну, в плане поддержки, конечно же, вся семья поддерживает, близкие, друзья, они всегда радуют, особенно, даже когда бои, ничего не бывает такое, что в спорте теперь бои, что всегда подбаливают, то есть, поддержку я всегда ощущаю. Так, у меня еще вопрос, вот я смотрел бои, и меня поразнил вот удары ногами, в основном, и, как потом сюда, мы по голове были удары, на мой взгляд, это было, ну, травмоопасно, такие, блеские удары по голове, и я еще заметил, на каких-то боях, когда ты был в маске, на каких-то без, ну, в чем разниче, почему где-то так, где-то так, и вот этот коронный францик, когда ты кого-то валил, ты его нахак-то делал, что это значит? Ну, это стилистика единоборства, именно нашего направления, ну, касаемо форматмасса, то есть любой вид спорта форматмассен, поэтому великая вероятность получить травму, также занимаясь на тех же шахтах, где можно получить травму, поэтому, как бы, да, этот форматмасс самый тяжелый, с годами, когда оттачиваешь технику, набираешься опыта, уже, ну, релизм очень травмы, минимизируется, и поэтому, ну, не задумываясь о том, что это очень травмы, так, всегда есть вероятность, потому что очень травмы. касаемо того, что я на каких-то маленьких шлемах каких-то без шлемов, ну, это чуть-чуть две разные федерации, то есть, ну, вот, я чуть-чуть, вот, там, правильно, чуть-чуть другие, мы, делемся, как бы, беззащитной экипировки, только у нас защита на бой, на бельный стоп, вот, а, а, начальные, как сказать, начальные этапы проведения соревнований, там такие же этапы, защиты, защита платы, на бельный стоп, но, чтобы исключить, там, возможность, там, получения травм, они ввели, как бы, еще дополнительную защиту на голову по шлемам. Вот, это, так сказать, новшество последних, вот, на сцене платы, так, для которых, не было вообще ни шлема. А шлема, нас, владимир, дети, там, 18 лет, это официально, на всех официальных подмирок, это, обязательно будут экипировки защитного голову, перчатки, и защитного труда. А, ну, и по добиванию, кстати, тоже добивание, это, ну, у нас карате, это, как бы, преобозначающая контроль, то есть, либо какое-то техническое действие, обозначающая контроль, то есть, полностью контролируешь своего оппонента, то есть, все будет действие. Как бы, да. Это означает, что ты победил, или это очень боль продолжает? Нет, боль продолжается, у нас обальная система, то есть, идет от 6 очков, до 6 очков идет поединок. Если ты, допустим, провел, там, технические действия, они оцениваются по 1 баллу, по 1 баллу, произвели все того, какую технику. Ну, если в счет дохода пришести, вы становитесь, как это будет успокоительным. Интересно, да, понятно. Так, идем дальше. Каково было побывать в Америке? Это же мечта многих из нас, и, вот, какой опыт ты избег для себя там? Ну, это, да, ты правильно произвел, потому что, это, действительно, многие, наверное, мечтают побывать в Америке. Ну, благодаря слову, я почастливилась побывать в многих странах, в Европе, вот, но все-таки Америка это уникальная страна, вообще, как бы, другое мировоззрение, другое платье жизни у людей. Вот. Попал я туда, благодаря своим преподавателям, наверняка, тем, кто был лучше, сознатель, я так мало, на заткателе английского языка. В свое время я проходил у нее курсы, Advanced назывались, бесплатные курсы в университете, они поддерживались госдепом американским. Вот. То есть, это бесплатная программа для студентов, ну, которые были, как бы, все полчаса, то есть, проходили там, обучение, они не столько подтягивали, там, нас знакомили с тем, там, ну, с, у нас были встречи с бизнесменами, то есть, ну, возможно, какая-то бизнес тематика была, акцент был на бизнес, это, кстати, очень много грантов тоже разыгрывались в то время. Ну, и, в общем, после ограничения университета, магистратуру, она не позволила, спустя год, и говорили, вот, сейчас появилась программа, ну, есть возможность отправить студентов, по спортивной программе, в общем, всю программу загружался, потому что мы едем, то есть, наша команда едет, и нас знакомят с системой спорта США на уроке школ и грузов, то есть, нас мы знакомили именно с этой системой, вот, ну, и мы решили подать заявку, ну, она мне сказала, как ты у меня единственный спортсмен, кто занимался на этих курсах, ну, 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 в общем, подали заявку, и, что успешно прошло, меня приняли, в общем, у нас было 11 человек, полетели в старт, когда были в стартах, ну, я еще раз говорю, это вообще уникальная страна, очень много для себя, так сказать, открыл, касаемо, вообще то, как люди живут, то, как они уверены в завтрашнем дне, первые два дня меня очень сильно, не то, что напрягало, но непривычно было, когда ты идешь в улицу, и абсолютно запомнишь, что ты с тобой здоровается, можно проинтересоваться, как ты будешь вклад, но то, что их такая культура, они очень, ну, жизнерадостные, не любивые, вот, первое впечатление, есть какие-то, конечно, свои проблемы, запрочные, как и в любой стране, но в целом, мне очень понравилось, так что, если у кого-то будет возможность, значит, не будет жаленеть, поехать туда. Так, может, у кого-то еще есть вопросы по ходу? Если нет, я буду задавать. Я обязательно. Алан, если я не брат, подправь меня, пожалуйста. Насколько я знаю, ашнар и карте — это не олимпийский вид спорта, правильно? Да, да. Не обидно ли тебе это? И если бы не ашнар и карте, то каким бы олимпийским спортом ты бы занимался, и почему? Ну, когда ты занимаешься каким-то делом, которое тебе нравится, я думаю, вопросы касаемо там обид, дожимствовать. Я считаю, что если ты занимаешься одним делом, то ты должен кайфовать от этого процесса. Я же говорю, я пришел в зал, я только, ну, занимался и баскетболом, и легкой атлетикой, все равно я чувствовал, что это не мое. Когда я пришел в зал КПТ, я понял, что это мой вид спорта. Вот. Когда ты приходишь подростком, ты, конечно же, не думаешь о том, что ты там станешь чемпионом мира, то есть, для нас это были какие-то там такие задачи, да. То есть, у меня была задача просто научиться драться, да. Я пришел в зал просто, чтобы там, как бы, чтобы он имел востоять за себя. Потом, в процессе работы, ты уже понимаешь, что у тебя что-то получается, у тебя появляются какие-то любвицы, если ты хочешь там быть на этом или на том. И вот, что так сказать, все реагируешь, какое-то желание. Если ты занимаешься каким-то делом, у тебя нет желания, я бы не достигаешь никакого результата. Поэтому, я думаю, никаких в этом плане нету. если бы я выбирал олимпийскими спортом, то, я не знаю, что бы я выбрал. Вот. Ну, наверное, может быть, я все-таки выбрал какой-то фидо, даже ближе к нашим направлениям. Вот. Ну, как вы знаете, кто там следил за социальными дискими играми, то, на это, делили карантель дисциплины. Это чуть-чуть другое направление. Ну, чуть-чуть, прям, кардинально другое направление. У них очень много ограничений, касаемо контакта. Вот. К сожалению, это их первая и последняя практика. На следующем этапе вы выбрали карантель. Ну, надеюсь, из программы, ребята, надеюсь. На мой взгляд, я увижу, что полный контакт, любили карантель, хоть какой-нибудь, неважно, вошли, какие-то из направлений попадут в программы, но, пока, к сожалению, ну, нет такой возможности, там есть очень много подводных корней, но, в любом случае, я же говорю, я абсолютно не жалею, но, я доволен тем, что, ну, я пришел на именно этот вид спорта. Спасибо. Есть еще вопросы? Давай, Азбер. А мы тебя взяли. Когда мне было, когда я учился в 5-м классе, я тоже пришел в ТНТ, пошутал в ТНТ, тренинг был, играться в мочи, занимался, занимался, но, знаете, в чем главная проблема? Была травма, очень много было, я, как-то вот, сходил с дистанции сюда. И, меня удивляют, вот когда, вот такие, выдающиеся спортсмены, достигают, вот такие результаты, когда, огромное, туда будет, сквозь травмы, сквозь такие опасности идти, чтобы добиваться успеха в жизни. У меня такой вопрос. Вот кроме карате, у тебя профессиональная деятельность, у меня тоже есть. Вот эти качества, какого тебе дал спорт, они тебе помогают жизни или нет? Вот у нас здесь диалог на разных групп, Азов и Жуев, который выпускал в университете Сбербанка, он говорит, «Азовный мостер судовик, он мне помогал в жизни, сделал меня тем, кем я стал». Вот, и для судовом стал, высказал. «Азовный мостер, ты его как ощущаешь сегодня?» Ну да, конечно же, спорт формирует, так сказать, внутренние стержни, я считаю, в чем вы говорите. Но опять же, все зависит от того, к какому ты тренеру попадешь. Вот, это, наверное, очень важно. Потому что, я сейчас детей тоже тренирую, я пытаюсь донести эту мысль, что, помимо спорта, у вас в жизни еще будут какие-то другие приоритеты. То есть, мало кто из детей, допустим, из тридцати человек, ну, единиц могут, один-два человека, выйти на уровень чемпионов России, чемпионов мира, не из-за того, что они не смогут добиться этих результатов, просто у них в жизни, по пути, у них появляются другие приоритеты. То есть, они там начинают работать, кто заводится с семьей, ну, то есть, в жизни уже другие приоритеты, которые появляются. И, конечно же, спорт, он, ну, загаляет, однозначно, но, опять, все зависит от того, какому тренеру попадете. Ну, мне в свое время очень сильно повезло, потому что, как раз, в рации врачей, это был мой тренер. Ну, вот касаемо вот этих всех травм и так далее, да, это достаточно травматичный вид спорта. Первые, там, годы, это для меня был шок, то есть, ты приходишь, и каждая тренировка туда заканчивается тем, что, у тебя болят мышцы, у тебя разбиты ноги, у тебя разбиты руки, ну, а потом, уже, как бы это странно не заезжало, тебе это начинает нравиться. То есть, потому что, ты понимаешь, что, ты уже не боишься этого, ты уже пришел вот этот план, где, там, боль, там, тяжелые тренировки, они уже здесь, да, ну, не являются таким, ограничивающим фактом, а наоборот, они тебя как-то затряют. Наверное, пройдя на другую школу, да, однозначно, во мне, у нас подрывался какой-то определенный стержень, который помогает мне в жизни. В первую очередь, это самодисциплина и осознанность в дела. То есть, каким бы я делом не занимался, я стараюсь осознанно подходить к тому или иному делу. Вот, это, опять же, я, наверное, все-таки отвечал именно того, что я занимаюсь этим видом спорта. Ну, и дисциплина, соответственно, другой вид спорта должен, в первую очередь, ну, упаковывать, учитывая дисциплину. Спасибо, я так понимаю, родные просто, значит, начинал заниматься шкарой каратэ, потом, как ему прилетало по голове, он такой, мой вид спорта. Вы меня прямо разоблачили. Так, будем дальше, у кого еще вопросы? Да, можно еще вопросы? Вот, мы видим огромный список достижений, победных турниров. Скажите, пожалуйста, есть какой-нибудь еще тюнис, который ты хочешь взять? Вот, самая заветная такая цель, которая осталась? Ну, честно сказать, в каратэ, наверное, все-таки я уже всего досидел. ну, 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 на данный момент у нас, нет, ну, там, высший план, чемпионы мира и так далее, вот, ну, есть одна цель, которая, как бы, она, в принципе, достигаемая, и я хотел бы ее уже, как бы, можно сказать, жирную, жирную точку в моей карьере поставить, поставить в целом нашего спорта, и у нас в республике не так много, ну, я думаю, эта цель, она достаточно отриятна, да, определенную работу, так сказать, даст Бог, достигнули его, и дальше, в принципе, ну, уже в каратэ, по крайней мере, я, в крупных сутных долгах, если еще не таким заняться, то, может быть, нам появится какие-то такие, ну, цели, а здесь уже, в принципе, все, что можно было выиграть, я выиграл. Как это круто, да, на самом деле? Давайте попробуем. Ну, честно говоря, вопросов, когда один раз ты становишься чемпионом мира, дальше будет попроще, помирать-то идти. Ну, у меня, не только как я стану чемпионом мира, первый раз в 2014 году, на чемпионат мира в Венгрии проходил, я два раза выступал на чемпионате мира, а за третьим становился. Вот первый парк чемпионата мира, я становился третьим, первый чемпионат мира в Сербии, второй был в Румынии. Вот. И, ну, ввиду того, что там были какие-то обстоятельства, ну, в принципе, третье место тоже это результат. Но, честно сказать, вот, я всегда встал на лице, опять же, я пытаюсь для своих детей, для своих учеников, что есть такой лозунг, там, многие почему-то считают, что это круто, главное не участие, а главное не победа, главное не участие. Ну, я считаю, что в спорте, ну, нельзя себе ставить, именно, вот, такой план, там, соревновательный план. Если ты едешь на соревнование, ты должен ставить себе цель, только победить. Вот. когда стал первый раз чемпионом мира, это, конечно, просто круто. То есть, два года подряд одиннадцатый НОУС модовал, одиннадцать ну, не получилось, короче, просто опыту не хватило, вот, когда ты, вот, полностью, вот, все свои силы, все свои мысли отдаешь на это, да, это, конечно круто. Потом ты вот, иногда, вот это такая, такая би-г fingerprints, kerap, когда уже, знаешь, собрался, есть опыт, którym занимаешься, Потом у тебя появляется уже еще раз за второй раз играть, и вот так по награду, по крайней мере, это у меня так было. То есть попробовать свечу на следующем чемпионате, потому что смогу ли я отстоять это звание. И вот уже по награду, там уже все, идем дальше и затягиваем, можно сказать. Вопросы. Вопросы, как говорили о шикаре карате? Ну, о шикаре карате... Ну, опять же, я же говорю, вот рядом с мной была секция, где я жил, вот я начал заниматься. С 7 лет я пришел на шикаре карате. Был период, когда я 2 года позанимался, 2-3 года позанимался, мне было 10 лет. Ну, честно сказать, когда я первый раз пришел в карате, я ходил очень нестабильно. То есть, так, приходил, приходил. До 10 лет. В 10 лет я зависал с карате. И был период, когда я ничего не занимался. То есть, так сказать, был в поисках себя. А занимался, опять же, вот, я говорил, баскетболом, катлетиком. Ну, понимал, что все это не мое. И спустя 3 года, в 13 лет, опять же, благодаря, наверное, все-таки телевидению, я, вот, от своего нынешнего тренера, мы работали по телевизору. В общем, была передача, посвященная мне, как он стал чемпионом мира. В общем, тело, ну ладно, какое-то такое. Вот, его поздравляли все. И почему-то у меня появилось вновь желание заняться этим видом спорта. Вновь. И вот, в 13 лет я уже пришел к своему нынешнему. И в 13 лет, можно сказать, на ингредиенте началась. Ашкай, как правило, мне нравится больше тем, что он более такой, ну, техникой разнообразной. Допустим, если так, то же кебуши. Это очень по родственным стилям. В кебуши, например, нельзя делать захваты, делать какие-то технические действия, связанные с бросками. В общем, а в Ашкаре КНТ все это разрешено. Можно делать без охвата, и подсечки, и не насыщение. То есть, чисто технический аспект. Мне в Ашкаре КНТ больше надо изучать твои души. Как бы так. Только без этого. Так, еще мы знаем, что ты являешься когучем. И вопрос такой, что сложнее или что тебе ближе? Учиться или учить? Ну, вообще, человек, я считаю, в процессе своей жизни всегда должен учиться, учаться. То есть, обучение, это достаточно длительный, постоянный. Я даже длительный постоянный процесс. Ты, в любом случае, в любой деятельности ты что-то новое для себя открываешь. Вот. Я люблю учиться. Я люблю открывать для себя что-то новое. А в своей работе даже что-то новое. Интересующе, чем почитать очень много литературы, касаемо моего направления. Ну, и учить тоже мне нравится. То есть, можно сказать, 50-50 лет обучать детей. Потому что я знал. То есть, не придумывая что-то там говорим о том, что я знаю, в чем они говорили. Это процесс. Ну, касаемо учения, я говорю, это постоянный процесс. Ну, параллельно, если тут еще плохо для чего-то учить, то тоже неплохо. Так. Вернемся к Америке. Были ли встречи в Америке с известными спортсменами или просто знакомыми людьми? С известными людьми, да. Ну, у нас поездка, ну, так. Поездка включала посещение двух городов. Часто, Атланта и Вашингтон. В Вашингтоне, в Атланте нам посчастливилось, что бывали настоящие матчи МТР. Если кто смотрит, как-то наблюдает, не знаю. Но это, конечно, круто. И на том матче Атланта играл с Нью-Йорка. На том матче наградил следующий президент США Джо Картер со своей супругой. Вот. Из всех знаменитых людей, наверное, только... Джо Картер ему 96 лет. Его назвал самым долгоживучим президентом США, кстати. Вот. Ну, и звезды NBA, наверное. Я, честно сказать, я сам, ну, не свяжу за NBA. Но мне было интересно побывать, ну, матч. Кто-то, конечно, на совсем другой уровень. Вот. И было очень круто. Так, еще вопросы, друзья. Ага. Так, ну, начнем вот, в целом, девушки с Нью-Йорком. И, конечно, вы говорите не только спорт, но и, ну, и подаете воспитателям момент. Если да, то какой. Что вы им преподносите? Вот это мне интересно. И второй вопрос. Вы говорили о неуспехах, успехах в третьем месте и так далее, о победах. На каком моменте вы понимаете, что без неуспеха вы можете прийти к успеху? То есть какие внутренние ресурсы вы используете, чтобы достичь успеха? Спасибо за вопрос. Ну, опять же, в первую очередь я детям пытаюсь внести из качеств, которые, вот, я для себя поймал, что очень важно качество у человека. Опять же, это осознанность в делах, которыми ты занимаешься, и самодисциплина. Ну, для меня важно, чтобы дети не зацикливались, значит, на чем-то одном. То есть, ну, допустим, я провожу такую практику, я раз в четверть проверяю книги. То есть у меня есть такая практика, я проверяю, то есть если там ребенок, допустим, ну, я вижу, что он, допустим, отстает по каким-то другим этам, но у меня есть свои годы наказания, и оставляют у вас по каждой двойку, за каждую двойку. И эта практика работает, потому что, ну, есть у меня дети, которые, допустим, члены сборной республики, и члены сборной России, вот, их я имею ввиду тем, что, ну, то, что у нас работают с лоджи, с авокатами, и стали, почему-то своя цена для школы. Ну, это для меня очень важно, потому что, я еще раз говорю, ну, не факт, что вот этот ребенок станет, допустим, следующий сейчас спортсменом, вот, помимо спорта у него еще должны быть какие-то другие навыки, какие-то другие качества, поэтому я считаю, что, в первую очередь, мы лететь активно, вот, для людей заплаты, что им нужно развиваться во всех направлениях, вот, не зацикливаться, а, ну, вот как это. Напомните, пожалуйста, из, как вы приходите к тебе? Ну, по сверху, путем, так сказать, практик, я же говорю, когда ты ставишь перед собой цель, какие-то неудачи, я считаю, что они должны попросту резать, на чем вы делаете. Вот, если ты стремишься к какой-то цели, на другом пути поиграться, какие-то преграды, какие-то там моменты ограничивающиеся стрятости, в общем, вот. И опять же, вот, если к тебе есть вот этот внутренний стерк, если ты готов, потому что две трети, то я уверен, что любой человек сможет постичь успеха. Потому что, опять же, когда ты ставишь перед собой цель, когда у тебя есть, там, опять же, какая-то мечта, вот мы сейчас возвращаемся к нам по созданности. Тебя должно быть в созданности, должен понимать, для чего это тебе нужно, и насколько, насколько ты действительно этого хочешь. Вот эти два факта, наверное, ну, они будут тебя постоянно подгонять. Если ты действительно этого хочешь, что это занято, то, конечно, представляю, какое-то еще восхитительство. А если, ну, какая-то маленькая преграда в твоей жизни появилась, и ты опустил руки, значит, это, ну, ты не всем сердцем хотел это, на самом деле. Вот, например. Спасибо. Спасибо. Спасибо.